Поэтому я бы сказал так, что ненависть это то чувство, которое именно возникает в результате какого-то вот именно плохого, какого-то акта, когда этот человек что-то сделал. В интервью с Масейчуком ты, говоря о взрывах в Крыму, выглядел саркастически. Ты считаешь, произошедшее диверсией мог бы поделиться своим видением ситуации? Ну я как-то воздерживаюсь от версий. То есть это диверсия, это удар какими-то беспилотниками, ракетами и так далее. Я не знаю. На кадрах, распространяемых оттуда, не видно, чтобы там что-то летало или прилетало туда. И никто об этом не говорил, по крайней мере. Поэтому я не знаю, как это могло произойти. Я думаю, со временем эта информация появится. Но однозначно понятно, что сами по себе эти взрывы не произошли. Те версии, которые распространяют российские пропагандисты, что-то кто-то там не там покурил. Ну понятно, что это не соответствует действительности. Поэтому, да, мы немножко пошутили на эту тему, говоря, что хлопки это не взрывы, это просто хлопки. Очень громкие просто. А так, ну разумеется, в этом однозначно, у этого есть украинское авторство, я думаю. Томсо, какая разница между Буденовском 95-го года и Бесланом 2004-го? Заметил Буденовску, ты хорошо относишься, но не к Беслану. Для меня лично и то, и другое было необходимо для спасения нашего народа. Какая разница? Разница огромная, разница в намерении. Буденовск была операция, которая планировалась, то есть, когда выезжала диверсионная группа, они не планировали ни вообще ехать в Буденовск, ни тем более брать какую-то больницу, брать заложников, вообще нет. Они ехали, как признавался сам Басаев, ехали в Минводы, чтобы оттуда, значит, до Москвы добраться. То есть, там вообще планы были такие очень серьезные. То есть, Буденовск произошел вопреки их планам, то есть, их туда, по сути, привезли. И там уже люди действовали по ситуации. Беслан, к сожалению, совершенно другое, там целенаправленный захват заложники детей, захват школы. Поэтому, конечно же, здесь вообще нельзя ставить знак равенства между этими двумя актами. А что касается сказанного, того и было необходимо для спасения нашего народа. Это вообще удивительное высказывание. Каким образом Беслан спас наш народ? Беслан не спас, но Буденовск спас. Мужайды делали то, что в их силах. Если захват больницы ради своего народа для нас плохо, то к Буденовскому мы должны относиться отрицательно в любом случае. Ну, тогда ты противоречишь сам себе. Ты же сам говоришь, что Беслан не спас. Значит, это уже совершенно другой акт. Буденовск, там, где люди действуют, импровизируют, грубо говоря, в результате каких-то действий, предпринятых врагом. И там, где целенаправленно совершается акт агрессии в отношении мирного объекта, да еще и тем более мирного объекта с детьми, это совершенно разные как бы два акта. Выбрать Масхадова президентом была большая ошибка. Хотя я был недоволен Басаевым, но я знал, что он мог взять на себя ответственность, имел амбиции и не дал бы другим создавать группы или банды. Вы знаете, сейчас вот так вот задним числом рассуждать, то есть моделировать ситуацию, ну, это очень сомнительное занятие. Можно точно говорить про ошибки. Допустим, в прошлом, если совершена ошибка, у нее были какие-то последствия, то можно сказать, что если бы вот этого ошибки мы не сделали, то можно было бы избежать ошибок. Хотя, опять-таки, это все, конечно же, дела предопределения, может быть, даже не так, наверное, правильно будет сказать. Правильно будет сказать, что это ошибка, которую совершать нельзя в будущем, без того, чтобы говорить, как было бы, все происходит по предопределению. Но моделировать, что если бы мы там сделали бы вот так, то было бы и вот так, это уже как бы вообще моделирование того, о чем у нас нет знания. Поэтому навряд ли мы можем вот так рассуждать, если бы мы выбрали тогда другого и так далее. То, что сами выборы вообще не стоило делать, я с этим согласен, потому что по Конституции у нас на тот момент был президент, законно вступивший в эту должность как вице-президент. Поэтому в этом плане, да. Но видите, здесь есть сторонники и обратного, так как эти выборы были признаны во всем мире. То есть, это тоже как бы очень позитивный момент в нашей истории. В общем, здесь очень много таких за и против. Асаламу алейкум, брат, что думаешь насчет коллективной ответственности? Украинский народ перекидывает всю вину Путина на весь русский народ и не только. Российские оппозиционеры не согласны с этим. Алейкум асалам. Но украинцам сейчас, простительно, любая эмоциональность, любые жесткие высказывания, они сейчас должны быть поняты россиянами. Это люди, которые хоронят, вот в режиме онлайн хоронят своих граждан, своих родственников, детей, родителей. И вот после очередного захоронения, когда они приходят и очень жестко высказываются, к этому нужно относиться с пониманием. Другое дело, что когда там европейские лидеры и так далее, здесь это может как-то обсуждаться, ставиться под сомнение. А вот к украинцам никаких вопросов быть не может. И мне непонятно, когда там, знаете, начинают копошиться в словах. Вот раньше сказал так, а сейчас вот вы говорите так. Что бы сейчас они ни говорили, сейчас это им простительно. Томсо, как относишься к лицемерам? Отвращение или ненависть? Ну первое, это отвращение, конечно же. Презрение даже, вот так, наверное, не отвращение, а презрение первое. Ненависть, она возникает уже в результате их каких-то действий. То есть само по себе предательство, вот чувак там перешел на ту сторону, допустим, к нему, какая к нему ненависть, к нему презрение. А если он далее уже там что-то начинает творить, то ты уже к этому презрению, у тебя прибавляется уже ненависть. Но так первое, это, конечно же, презрение. Это, наверное, это самое низкое, что может совершить человек это предательство. Саваб Тумсо Сазан встретился с талибаном, проект Америки. А как быть с Дустумом, который сбежал в Узбекистан от талибов? Конечно. Ведь он был братом для Кадырова, что будем делать с Дустумом? Ну, это очередной пример вот этого лицемерия кадыровской политики. Сначала мы, значит, критикуем Турцию, Эрдогана и угрожаем тем, что мы улицу имени Абдуллаха Аджелана, Аджелан, по-моему, его фамилия, назовем эту, это один из основателей вот этой рабочей партии Курдистана. Террорист, признанный террористом в Турции и отбывающий пожизненное наказание в турецкой тюрьме. Сначала это, а потом на тебя, я там, кулара, пообщался, меня пригласили, там, все нормально. Здесь то же самое, значит, талибы, террористы, как он их только не называл, когда вот эти все процессы начались в Афгане. Сейчас уже, видите, дорогие братья, что-то встречаются. Здесь, конечно, вопросы и к талибам тоже есть, но мы воздержимся и пока не будем их озвучивать. Устрада. Допускаешь ли ты Джамбулату обещали помощь какая-то скрытая сила, но они не готовы помочь? Если государство будет изначально шариатским, может, они сказали им потом все исправите? Я бы не хотел делать каких-то таких предположений. Если что-то подобное и есть, то надо, наверное, это озвучить. Ненависть – это месть за испытанный страх. Слушай, ну не обязательно, почему именно за страх? Ненависть – это когда кто-то что-то сделал, и это вызывает у нас вот эти вот эмоции, когда мы хотим немедленного возмездия за вот это действие. Причем это действие не обязательно должно быть связано с нами, то есть непосредственно нам, может быть, он чего-то плохого не сделал, но вот он что-то плохое сделал, там, я не знаю, ребенку, собачке. И мы вот, бывает этот момент, у всех у вас, наверное, это был, когда вы смотрите какое-нибудь отвратительное видео, где издеваются, допустим, над собакой, и ты испытываешь вот это чувство ненависти к этому человеку, когда ты хочешь вот немедленного возмездия, чтобы вот прямо здесь и сейчас его за это наказали. Поэтому я бы сказал так, что ненависть – это то чувство, которое именно возникает в результате какого-то вот именно плохого, какого-то акта, когда этот человек что-то сделал. А презрение – оно, то есть что-то плохое, когда этот человек, да, именно сделал. А презрение – это когда человек может быть в своей основе, он даже мог закон не нарушить, но у нас к нему презрение возникнет в результате его каких-то там действий, которые просто противоречат нашему пониманию этого мира. То есть ненависти у нас к нему нет, мы не хотим, не желаем ему никакого возмездия, там ничего плохого, но видеть его с собой рядом, пожать ему руку, допустим, предположить, что он был бы там тренером или учителем для наших детей, допустим, мы не хотим. У нас вот к этому человеку, к этой личности какое-то презрение. Но ненависти нет. Бывший Гурон, Тумсо, я просто привел цитату, Джордж Бернард Шоу, цитата, «Ненависть, месть труса за испытанный им страх». Бывший Гурон, я тебя понял, но мы же можем с ним не согласиться, как ты его назвал. Джорджем Бернард Шоу. Давай не согласимся с ним. Хе-хе. Субтитры создавал DimaTorzok